Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем курс по дисциплине микро- и макроэкономика. Сегодня мы рассматриваем с вами тему «Предмет и метод микроэкономики». Основные вопросы, которые будут рассмотрены на сегодняшнем занятии, это предмет цели задачи микроэкономики, модель кругооборота. Второй вопрос – это экономические ресурсы. И третий вопрос – три фундаментальные задачи экономики. Давайте перейдем к рассмотрению первого вопроса. Так как наша дисциплина называется микро- и макроэкономика, я хотела бы сделать акцент на два этих понятия. В переводе с древнегреческого микроэкономика означает микро- и маленький, ойкос-дом, хомос-управлять. То есть получается у нас управление хозяйством на микроуровне. То же самое и макроэкономика, только здесь макро означает большой. Если мы рассмотрим это на примере, то получается, что можно привести пример, микро- это дерево, макро- это лес. Или предприятие, которое работает в республике Казахстан, одно предприятие какое-то мы рассматриваем, это на уровне микроэкономики. И все предприятия от мелких до крупных, которые работают на территории Казахстана, они уже относятся к макроэкономике при их изучении. Что же такое микроэкономика? Микроэкономика это раздел экономической науки, изучающий относительно маломасштабные экономические явления, индивидуальные единицы хозяйственного процесса и экономические взаимоотношения между ними, а также между ними и государством. Предметом микроэкономики является анализ поведения индивидуальных экономических агентов, таких как потребители, предприятия, фирмы и рынки, а также взаимодействие между этими агентами на рынке. Соответственно, объектом исследования выступают решения и действия отдельных потребителей и фирм, а также механизмы формирования цен на товары и услуги в условиях рыночной конкуренции. Соответственно, субъектами исследования являются индивидуумы, хозяйства, фирмы или отдельные рынки. Цель микроэкономики заключается в анализе и объяснении того, как индивидуальные участники экономики, то есть потребители, фирмы, предприятия и государственные органы, принимают решения о распределении ограниченных ресурсов. Основная задача микроэкономики – это предоставить инструменты для понимания механизмов рынка и оптимизации экономического поведения, что способствует формированию более эффективной экономической политики и управления. Как все экономические или социальные дисциплины, микроэкономика при своем исследовании используют как общие, так и специфические методы. Общие методы, мы все эти методы знаем, часто используем. Это метод анализа, синтеза, индукции, детукции, метод научной абстракции и так далее. Но есть специфические методы, которые используются непосредственно в какой-то отрасли, или в данном случае в нашей дисциплине. К этим методам, к методам исследования в микроэкономике относятся, первое – это предельный анализ, или его мы еще называем маржинальный анализ, функциональный анализ, то есть посредственно каких-то функций мы проводим исследования. Равновесный подход, то есть определяем, как устанавливается равновесие на конкретном рынке или на отраслевых рынках. Метод верифицируемости, то есть проверяемости теории. А также, конечно, широко применяется моделирование экономических процессов и явлений. Моделирование мы будем как раз таки и рассматривать на сегодняшнем занятии. Самая первая модель, которую мы как раз таки и рассмотрим – это модель кругооборота. То есть основными субъектами рынка в микроэкономике являются домохозяйства и фирмы, то есть, может быть, это и индивидуум, между которыми происходит взаимоотношение. То есть фирмы, используя всевозможные ресурсы, то есть покупая эти ресурсы на рынке ресурсов, производят товары и услуги, которые необходимы для удовлетворения неограниченных потребностей человека, то есть, в частности, это домохозяйство. Соответственно, используя эти ресурсы, фирмы предоставляют произведенные товары и услуги на рынок товаров и услуг. В замену они получают, соответственно, финансовые средства, в данном случае они получают выручку. И на эту выручку они обратно приобретают необходимые ресурсы, и часть остается у них в виде прибыли. Далее, домохозяйство. Для того, чтобы приобрести необходимые товары и услуги, соответственно, они обращаются на рынок товаров и услуг и производят оплату за эти товары и услуги. Но для того, чтобы произвести эту оплату, они должны получать какие-то доходы. Соответственно, они предлагают свои товары и услуги на рынок, опять же, ресурсов. То есть, они могут предложить свой труд и получают за это заработную плату, могут предоставить землю в аренду и получают за это ренту, рентную плату. Это может быть какое-то оборудование или капитал, с которым они получают процент. И, конечно же, предпринимательские способности. То есть, получается, мы видим, что идет у нас кругооборот доходов и расходов. Но это самая простейшая модель, которая используется на микроуровне. Далее, значит, рассмотрев предыдущую модель, мы уже можем понять, что фирмы или предприятия, они производят необходимые для домохозяйств товары и услуги. Для того, чтобы произвести эти товары и услуги, конечно же, необходимы экономические ресурсы. То есть, мы переходим уже ко второму вопросу. То есть, здесь, получается, экономические ресурсы, они бывают используются для производства товаров и услуг. И когда они используются для производства, то мы их называем факторами производства. В данном случае мы рассмотрим четыре основных экономических ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг. Первое – это, конечно же, природные ресурсы, или мы его называем как фактор производства земля. то есть все природные богатства, которые находятся на земле или под землей. Также мы используем трудовые ресурсы, и мы называем его как фактор производства, как труд, то есть это физические и умственные способности человека. Дальше следующий фактор – это производственные ресурсы, то есть следующий ресурс – это производственные ресурсы, которые называются как фактор производства, как капитал, То есть это здания, станки и сооружения, оборудование, технологии и так далее, которые используются в процессе производства, но также здесь может выступать и денежный капитал. И все эти ресурсы эффективно используют и организуют. Это, конечно, следующий ресурс, это предпринимательские навыки, или мы их по-другому называем как фактор производства, предпринимательские способности. То есть это способность человека управлять, организовывать и идти на риски, то есть получать соответствующую прибыль. Для того, чтобы знать, как эффективно использовать эти ресурсы, так как ресурсы, мы знаем, они всегда ограничены, и они необходимы для удовлетворения неограниченных потребностей человека. То есть мы должны производить благо, а благо это и есть всевозможные вещи, которые необходимы для бесконечного удовлетворения потребностей человека. То есть здесь имеется в виду, благо они бывают как экономические, так и неэкономические. Экономические блага, то есть неэкономические блага, это те, так скажем, за которые мы не производим оплату, то есть получаем мы их бесплатно. Это может быть солнечный свет, солнечная энергия, это может быть воздух, которым мы дышим, да, а остальные, так скажем, благо, они все экономические, то есть мы должны их производить. Соответственно, вот как эффективно мы эти ресурсы используем для удовлетворения вот этих вот, для получения благ, которые необходимы для удовлетворения потребностей, мы можем показать посредством, значит, кривой производственных возможностей. Это простейшая двухсекторная экономическая модель, показывающая, что при данных запасах производственных ресурсов и данном уровне развития технологии можно увеличить производство одного блага за счет сокращения производства другого. То есть если мы рассмотрим точки B и C, показанные на рисунке, то есть мы видим, что в данном случае это самые оптимальные точки, то есть это комбинации, так скажем, всевозможные комбинации двух благ, где потребитель получает наибольшую выгоду, да, то есть получается все точки, которые находятся на этой кривой, они как раз-таки показывают эти комбинации. И точки E и F, они показывают неэффективность использования этих благ. То есть получается в точке F мы не до конца доиспользуем ресурсы, которые необходимы для производства как конкретного блага, а в точке E, наоборот, мы видим, что у нас есть ограниченность в ресурсах, и мы не можем произвести данное благо. Соответственно, следовательно, из этого вытекает у нас следующий третий вопрос, на который мы должны будем ответить. Это три фундаментальных вопроса, что производить, как производить и для кого производить. Но это самое первое, особенно, так скажем, в период пандемии, когда все производство остановилось, люди все сидели, так скажем, в замкнутом пространстве, были кто работал онлайн, но были люди, которые не имели доступа выхода на работу. Соответственно, перед ними опять же стал вопрос, так как нужно на какие-то финансовые средства существовать, то есть стал вопрос соответствующий, что производить, как производить и для кого производить. И здесь большую роль сыграла цифровизация, которая, так скажем, побудила очень многих работать онлайн. В частности, что производить, здесь получились не конкретные товары, а здесь был сделан акцент на услуги. То есть, получается, люди стали через онлайн-магазины предлагать соответствующие товары. То есть, это через платформы всевозможные, Алибаба и так далее. Как производить, то есть, как это производится, это посредством у нас произошло за счет КАЗ-почты, которая до пандемии, она находилась, так скажем, в убыточном состоянии, шло сокращение штатов. И благодаря цифровизации данная отрасль у нас начала резко набирать свои обороты. И потребность в этих специалистах уже тоже увеличилась. То есть, получается, по ставке у нас начала развиваться логистика и так далее. То есть, уже стал вопрос, как этот товар нужно доставить из Китая и доставить его до конечного потребителя. То есть, здесь уже включились, начинаем вырабатывать логистические моменты. И последний вопрос, это для кого производить. Соответственно, это тот потребитель, то есть, сегмент рынка, которому необходим данный товар. То есть, вот это три вопросы, которые мы рассмотрели сегодня на нашем занятии. На этом я заканчиваю нашу лекцию. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok